Играть в профессиональный футбол в Сочи приехало 10 лучших команд. Для большинства ребят это первые соревнования такого уровня. Готовились к ним соответствующим образом. На тренировку игроки вышли даже в день приезда. Путевку на сочинский турнир, который считается достаточно престижным, получили победители зональных соревнований, которые в городах России прошли в августе. Для ребят это не только возможность сыграть в хороший футбол. Игроки команд, занявшие призовые места, получат звание кандидата в мастера спорта. Победа дает КМС. КМС это поступление в ВУЗы, ну и не только. Здесь, говорят, много солькционеров будет, и это как бы подстегивает еще игроков. Первый матч состоялся между командами Ижевска и Подольска. Первых на этом турнире считают сильнейшими. На ребят большие надежды поддержать спортсменов. Приехали и родители, 15 человек. Зинит вперед, победа ждет! Вперед! С первых же минут футболисты показали свой настрой на победу. Штрафных и аутов долго ждать не пришлось, впрочем, как и голов. Первый на 11-й минуте забил игрок «Зенита» из Ижевска. На 24-й общими усилиями был забит и второй гол. В итоге победу ижевцы одержали со счетом 3-0. Участникам турнира по 17 лет играть любят и могут, но вот связывать ли свою жизнь с профессиональным футболом еще не решили. Возраст, отмечают тренеры, не критический. Время еще есть. Футболисты развиваются по-разному. Одни рано проявляют свои лучшие качества и попадают в команду. Другие, надо некоторое время, чтобы их проявить. И, в общем-то, в данном возрасте еще не являются каким-то критическим. Поэтому этот турнир, как бы, дополнительная возможность ребятам эти качества проявить, показать, ну, чтобы их заметили и, естественно, пригласили в клубы. Время, чтобы взять реванш у проигравших есть. Турнир будет проходить до 10 октября. Татьяна Нагорская, Инга Габеш и Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.